Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. На вашем экране баннер со ссылочками на дружестые мне каналы. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья вконтакте. И сегодня у нас небольшой обзор вот такого вот ножа Cold Steel Mini Pell. Изготовлен в Японии. Сейчас покажу вам. Нож у нас изготовлен в Японии. Ну видно вроде. Сталь WG-1. В общем-то вот такой вот пушдагер. Длина режущей кромки у нас 28 мм. Толщина по обуху 1,8 мм. Такие вот ножны из пластика. Ну в принципе... Ну нож не сказать, что прям так сидит в них надежно. Но в целом я думаю не выпадет. Ну в общем-то лезвие у нас такое практически полностью сериторное. Тут ближе к острию у нас идет небольшой плейновый участок. Тут какое-то отверстие. Рукоять у нас тут прорезиненная. Такая резина очень цепкая, приятная, колстиловская резина. Но в руке сидит его кто-то вот таким вот хватом его держит. Кто-то советует вот таким вот, чтобы какие-то удары наносить. Ну в принципе вы знаете, в городе на ключи повесить такую игрушку. Ну в общем-то в качестве какого-то ножа, чтобы что-то вскрыть, какую-то посылочку, что-то разрезать. Ну в принципе я думаю будет неплохо. Можно также как-то вот таким вот хватом взяться. Что-то вспарывать, например. Ну в принципе и вот так вот. Многие его как-то в плане самообороны предлагают использовать данный нож. Ну не знаю, друзья. В принципе вот таким вот хватом он в руке болтается. Считается, что он может вот так вот разрезать вам кожу на кулаке, согнуться. Считается, что лучше даже вот так вот какие-то удары наносить. Но я особого смысла не вижу, что он как-то при самообороне вам поможет этот мини-пелл колстиловский. Ну вот что нравится, что он еще у нас в Японии изготовлен. Этот нож мне друг подарил на Новый год, собственно говоря. Ну в общем-то вот такой вот обзор. Тут у нас карабинчик. Вот такой. Ну достаточно упругий. Ну нормально на нем можно подвешивать, в принципе носить по необходимости раз. В принципе для самообороны даже удобнее, если у вас в каждой руке будет по такому ножу. Например, если рука в захват попала, то вы всегда сможете второй рукой нанести молниеносный удар, в принципе. Ну и высвободиться из захвата, в общем-то. Ну такой неплохой нож. Сталь VG1. Да я не думаю, что есть смысл что-то рассказывать об этой стали подробно. Обычная сталь, в смысле не порошковая, ничего. Да и в принципе на таком ноже это не так принципиально, по сути на такой игрушке. Что тут VG1 или там АУС-8. Я думаю, что разницы особой-то и нету. Ну в общем-то вещь в принципе бесполезная. Многие знаете, я так вот смотришь там EDC наборы и прочее. И многие говорят, вот это у меня для самообороны. Иногда складывается впечатление такое, что вот люди купив такой нож, ну сразу начинают тебя считать какими-то гуру самообороны, в общем-то. Но однако не стоит только надеяться на этот нож. Я думаю, надо быть и физически развитым, и морально устойчивым. Ну и попросту говоря, иметь голову на плечах. Ну в общем вот такой ножик, ноженки, ножичек, тут надпись Cold Steel на ножнах, Security X. Ну нормально, нормально. Такая приятная игрушечка. Ну особого смысла я с собой носить и как-то использовать, я не вижу, если честно, друзья. В принципе-то. Давайте по весу, кстати, глянем. Вешал я нож. Так, давайте по весу глянем. Вес у нас по 18 грамм всего. О, минус 2. Давайте еще раз попробуем. 19 грамм. Ну да, где-то так он и весит. В принципе, ножик-то не тяжелый. Совершенно бесполезный. В общем-то. Я так один раз взял с собой в город его и в общем-то Польши не носил. Так чисто валяется на полке. Такая штука. Пуш-даггер так называемый. Ну не знаю, друзья. В общем-то, в принципе, бесполезная игрушка. Ну и ладно, друзья. Я думаю, достаточно я сказал об этом ноже. Ну а мы с вами на этом будем прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok